Дорогие друзья, у меня в руках книга «Финишские сказки». В этот сборник вошли сказки, записанные Галиной Яковлевной Симоной во время фольклорных экспедиций. Я почитаю вам сказку «Клеточка-самолеточка», записанную в деревне Кеврон. Попытаюсь передать интонацию финишской говори. «Клеточка-самолеточка». Жили-были мужик, дожил, когда у них было три девки. Отец вот поехал на ярмарку, вот она, большата дочь, говорит «Купи мне татку-куматник». А другата говорит «Купи мне платье». А третья говорит «Купи мне клеточку-самолеточку, самая-то молодочка». Вот он поехал, купил датерян всем хобновый, а той клеточку-самолеточку. Сестры тихо хочут над ей «Куды, говоря, в клеточке-то, самолеточке полетишь?» Она помолчила, все на пяти лежит. И вот пошли они на гулянье эти сестрицки, срежаются. Она на пяти-то говорит «Возьмите, сестрица, меня. Куды, говоря, за петельницей поедешь?» Ее маршункой звали, маршунка была. Ну вот они ушли на гулянье-то, она к бабушке за двореньки убежала. Струнку дернула бабушка ей, она средилась, нарядилась, всех нарядни. Досела в клеточку-самолеточку, уселась и полетела там. Там встречают «Какая-то уж, вот коль приехала-то, все смотря, не могут насмотреться, наглядеться на нее. Какая-то уж, вот коль приехала, ну, зарасходилась бульбата. Она опять в клеточку-самолеточку села, наперед улетела. Домой прилетела, у нее перьяно-платьице было. Она перьяно-платьице передела, на пяти опять лежит. Они пришлись учиться, те говорят «Тя уж и как, вот коль, говоря, была, да господи, все не можем насмотреться. И все просмотрели, и ничего не поиграли. Все на девку одну посмотрели. Сьяна». А она говорит «А не я ли сестрицей была? Они захохотали. Шо ты, маршуха, за петельница? Ну, ладно». Опять на другой раз запохотили. Она опять им на пяти-то говорит «Возьмите, сестрицей, меня». Они говорят «Шо ты, смех, то говоришь? Ты за петельница грязна». Опять средились, нарядились, пошли. Она опять без них, опять пашки за дворинки прилетела. Бабушка струнку дернула, ей средила, нарядила в золото платье. В золотом платье была. Она опять в клеточку-самолеточку села и фурнула. Там опять прилетела. Так все, игры шали, мечи шали, так все и осветила, нарядилась пара-то нарядной. И все, опять на ей просмотрели. Стали расходиться девки. Она опять фурнула, да уехала, да опять свое перье на платье, да опять на петь. Вот они и пришли. О, говорят, Иван-серевец ухаживал, так страсть, говорят, он ей замуж возьмем, судя про ей. Она говорит «Не я ли сестрица была?» «Шо ты, говорят, маршуха, подетяла ты, но шо я говоришь-то?» Ну, ладно, на третий день опять застряжали, запохладили. Она опять «Возьмите, сестрица, меня!» Куды, говорят, сряжайся, куды ты за петельница? Они хохочут хохотом. На тёмара ты пойдёшь, ну шо, хо шо ты? Там-то как красавица прилетала, да беда, говорят. Иван-серевец вовсе уж в ее, говорят, вклепнулся. Уж возьму ей замуж, верно? Ну, ладно, они ушли, она опять в башке, Среди на золотом платье. Опять в клеточку-самулеточку села, фурнула. Прилетела там, так и всё проглядели. И игры никакой не было, всё на ей проглядели. А этот Иван-серевец, да не узнать-то, кто она, мнотья. Да кулок-пирстенёк ей посадил золотой, тяпнул. Вот теперь видно. Она и прилетела домой ту. Платье-то испугалась, так не разоболокла. Перьяно-то наверху балокла. Платье-то на золото-то. А голову-то завязала платочком. Вот они и пришли. Вот теперь, говоря, уж не увернётся. Кака была уж, узнала. Кака была, отколь она приехала? Говорят. А то приедем и видим, когда и уедем и видим. Говорят. Сяушек это была. Уж судили, досудили, сёстрите. Она на пяти, ватния ли сестрицей была. А не хохоу отсюда. Кака тут ты, не поминай лучше. А Ивана цареврь взял, да и в тот же день поехал по всему городу, да по всем деревням. Где моя невеста узнавать, у какой перстень в лобу он в лобот посадил. Вот и к ним тоже пришёл. Тут две девки, а там девка на пяти. У них посмотрели, нету тут, а она на пяти. Они захохотали и говорят. У нас маршуха на пяти есть ещё. Он говорит, разве? Да, говорят, маршуха есть. Он говорит, маршуха. Они говорят, да. Он схватил ей на пяти так, потянул за платье то, за перену то, порвал. Да там всё светлом засветило ей золото то платье. Вот и всё, стянул ей спицы, развязал лобик. И вот и всё, и увёз, и свадьбу такую состроили. И всё, и конец сказки. Пока. 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 Продолжение следует...